Очень многие говорят о роли добровольческих батальонов. По-разному говорят, не просто. Вот как бы вы оценивали? Это была гениальная идея. Причем, насколько я знаю, эту идею придумала Юлия Владимировна. Что нужно запускать добровольческие батальоны. Была совершенно евристическая идея, когда взяли еще по телевизору, сказали. Ну, вообще-то у нас 4,5-5 тысяч боеспособных солдат. Ну, в формате натраты кумы силы лягают уже на дно, правда? И появилась эта идея добровольческих батальонов. Они очень разные. Они, я думаю, что... Черт его знает, наверное. Ну, я не знаю параллелей. Это ждет будущего историка. Это и военного историка. И это будет страшно интересно социологам, социопсихологам. Потому что они очень разные. Потому что я помню, как батальон «Донбасс». Мы еще были в Донецке, когда появился Семенченко. Мы уже все знаем, что его зовут Костя. Об этом уже можно говорить. Который появился с вопросом, а вот Тарупанг правда за Украину? Или мы об этом поговорили? И они пошли по пути бюрократическому. Они долго создавали. Вот бегали с бумагами. А, например, Азов. Они создали батальон, а потом им прислали бумаги на батальон. Они сказали, а хорошо, положите в папочку. То есть разные подходы совершенно. Добровольческие батальоны, они... Я вот недавно понял, мы с одной девушкой спорили, она поддерживает Айдар, а я дружу с Азовом. И я понял, что... Битлз, Роллингстоунс. То есть батальоны, они реально как рок-группы. Неожиданное сравнение. Вот, это поразительно. Я журналисту из Wall Street Journal рассказывал, она спрашивала, почему распался батальон Шахтерского. Я вот начал рассказывать, вспомнил, что я в юности делал музыкальную программу. Я вот примерно так рассказывал, почему распались Битлз. Потому что у басиста были эти, взгляды. И они еще, кроме того, что они в руках, они очень похожи на людей. То есть каждый батальон, можно описать, скажем, Донбасс, они такие... Донбасс, если вы как человек, он такой мрачный фаталист. Вот это. Мы пойдем и, наверное, умрем. Всего доброго, скорее всего, мы не увидимся. Это вот Айдар, они бедняжечки, им не везет. При этом они такие вот порывистые, спонтанные, такие вот холерики. И очень невезучие, у них очень много потерь. Азов, это удивительные, ну реально сверхчеловеки, былинные богатыри. Это веселые, спокойные, вот очень на викингов похожие. Я вот люблю северную историю. Спокойные, взвешенные, позитивные. А чувствуется, что вы их фан, конечно. Да. Вот этот добровольчий корпус правого сектора. Это, ну, это просто вот мальчиши, кибальчиши, только вот наши, наши украинские. Никто про них ничего не знает, никто ничего не понимает. Они отчаянны. Их, к ним с большим уважением относится кадровая армия, кадровая военная. И они, ну, они все больше по части чудес героизма. Баталин Днепр и такие вот хозяиновательные хлопцы. Это очень, очень забавно, на самом деле, наблюдать. Особенно вблизи. Они поразительные. Причем я долго собирал, когда мы сидели в Мариуполе. Я, поскольку проникся, собственно, в репутацию батальона Азов. Они же, как бы, непростые. Там вся вот эта вот западная пресса, им сложно. И я собирал заявления, которые писали в округе. Ну, с тем, чтобы разобраться, там, что это, как. Потому что вот приходит заявка, вот у меня тут милиция, а вот тут, собственно, Азов. Я там какие-нибудь три заявки собираю, приезжаю, делите мне пять минут. И мы выясняем. И оказывается, что на Востоке пошла такая новая украинская игра, когда хрен знает кто, переодевается хрен знает кем, и говорит там, например, я Азов, ноги на стол. А вы, как, о-о-о-о. То есть, вот это вот, ну, как бы, китайские подделки работают. Это ужасно интересно. И они, они поразительные ребята. Просто. У меня хороший знакомый воевал в Айдаре. Он сейчас плохо ходит, все еще после ранения. Хотя врачи говорят, наступай на ногу. Мы с ним познакомились на Мовном Майдане. Он депутат облсовета, молодой парень, 33 ему года, что ли. Депутат облсовета, у него пятеро детей. Папа у него был мэром Ивана Франковска. То есть, он как бы, ну, родился серебряной ложечкой во рту. Но у него дедушка вот в том схроне лежит. И когда я выяснил, что он поехал воевать, поехал в Айдар воевать в Луганской области. Ну, казалось бы, да. А у него вот воспитание и понимание, вот есть я, вот есть Украина. У него не было вариантов. И вот он оставил детей, оставил политическую, управленческую карьеру. И отличался он от остальных тем, что у него был, наверное, бронежилет как-то получше. И у него была возможность каким-то еще сослуживцам подогнать еще бронежилет. Потому что, ну, то, что выдается в армии, это не очень хорошо. То есть, лучше приезжать со своим. И люди, которые готовы отправляться проливать кровь за страну, это удивительные люди.